Я как бы продолжаю по поводу Трампа и как-то я сказал, что тогда, когда в разгар борьбы за президентское кресло, кто будет президент Соединенных Штатов, и когда я указал, что уже он есть, безусловно, к этому немножко не хватало достаточно очень интересных или интересного нюансов. Каким образом попытаться эту не идею, а это доказательство претворить в жизнь более реальную и объемную? И тогда, когда казалось бы, что вот-вот он проиграет, и тогда, когда его уже избрали, оказывается, это было недостаточно, что его избрали. И как-то я сказал, что ключи от Белого дома или ключ от Белого дома находятся здесь, именно в галерее, в подвале смерти украинского Бухенвальда. Ну, к этому я и писал, и посылал, и перепосты делали американцы, что вот ключ, возьми его, и наступит некое спокойствие. А именно в чем это заключалось? Безусловно, если бы Бьюст возвратился на родину, он не находится, он не должен быть находиться где-то. Это его сущность, это его душа в мраморе, которая находится. Это его вторая часть. Но он это не услышал, или не услышали, рядом его друзья, или кто в штабе работал, пытаясь не допустить меня к нему ближе, как говорится, к телу него. Почему? Потому что тоже есть в этом плане необычные явления, которые не позволяют со стороны подойти, как говорится, к тому человеку, который очень важно и необходимо. Я иногда выражаюсь так, что собаки, псы не допускают к хозяину. Они не рвутся, метаются и так дальше, и тому подобное. И вот тогда, когда я писал о том, что ключи здесь, от Белого дома, что это значит? Безусловно, американцы, эти подписчики, писали, что Белый дом этот бес, что он более похожий, чем на самом деле, что это очень важно. Я так и рассчитывал. Не то, что мне слава там или еще что-нибудь. Нет, это я все бьюсь за доказательство того, что я существую иногда мне времени. И, безусловно, если бы Бюст Трампа и ряд картин последовало бы в Белый дом и сделали выставку, понятно, что результаты были в его только пользу. Он бы приобрел ту силу, которая необходима. На сегодняшний день пока он неспокоен. А неспокоен почему? Потому что его душа разделена на две части. Одна в Америке, вторая в Украине. И хочется коснуться таких положений, как телевидение, газеты, журналы и прочее, прочее, прочее. Вот смотрите, сколько мы два года сейчас, вот на сегодняшний день, более двух лет мы пускаем эту информацию, что Трамп сделан, что Мелания Трамп сделана, что я посвятил Трампу 56 работ с Рафаэлем. Работали, конечно, очень много, день и ночь. Вот, и всё для того, чтобы всё-таки выйти на уровень учёных, чтобы учёные рассмотрели, когда и в каких случаях человек может покинуть этот мир и путешествовать совершенно в других измерениях. Но главное, что в промежутках этого явления, которое я пытался предоставить Америке в Белый дом, и что даже эта выставка могла бы собрать десятки миллионов долларов, провести только по Америке, по Штатам, по Европе, и даже повести там, где его ненавидят. Но люди пошли бы смотреть и платили бы деньги. Но, к сожалению, как говорится, никто не отозвался, никто не пытался поднять эту новость достаточно, ну, необычную. Но когда Трампа, многие художники пытались изобразить, что это отстой какой-то, негодяй, паразит и так дальше, рисовали ее в разных формах, позах и так дальше. И что меня сильно, ну, как бы говоря, наклоняло в этом плане, что художник, если он художник, и делая то, чего не надо делать в обществе, он, оказывается, становится важным, популярным. И действительно, что мир о нем пишет, печатает. Если взять российские СМИ, вот представьте себе, что мы рассылали во многие, как говорится, телеканалы российских, европейских, не говоря там, американских и так дальше. Полное молчание. Как будто бы не слышат, не видят, не интерес, не проявляют ничего. Но я думаю, что в этом плане они думают, что платит мне Трамп за эту работу, за наше, так сказать, так называемое усердие. И они все хотели бы, чтобы заполучить от меня гонорар. Но гонорара нету. И не может быть. Потому что у меня наличных просто нету. И опять возвращаясь к художникам и последнему художнику, который нарисовал Трампу, как он отрезает голову и более ранний период, несколько, два или три месяца назад женщина это нарисовала и прочее. И СМИ подхватили. Что удивляет сами трамписты, которые голосовали за Трампа, делают перепосты. Перепосты делают такому преступлению, которое у меня даже не вложится в головы. Ведь фактически это призыв убить Трампа. Это есть покушение на человека. Я не говорю, что это президент или кто-либо другой. На любого человека. Только суд может определять вину и не больше. И безусловно, что та мысль, которая у меня была вчера, позавчера по поводу Трампа, как точнее изложить подход к этому бюсту, к этим работам, я думаю, что предварительно я все, как говорится, подвел итог под эту черту, которая позволяет нам дальше просмотреть ту работу, которую я сделал и, безусловно, как говорится, посмотреть мое творчество. Достаточно, ну, я бы сказал, что может быть даже интересно. Почему? Потому что я ведь очень многих делал представителей, как говорится, высших кругов власти на планете. И, безусловно, никогда я не ждал от них каких-то, какой-то помощи или еще что-нибудь. Ясное дело, что тогда, когда человек что-либо делает или творит, вот, он не на это рассчитывает. Он прежде рассчитывает на результат своей работы и смог ли он удовлетворить ту точку зрения, которую ставил перед собой. Я думаю, что та точка зрения, которая у меня была, и не точка зрения, а то путешествие в завтрашний день, который уже прошел, я думаю, что я все-таки ну, как бы говоря, добился того, что я раскрыл ее. полностью для того, чтобы было ясно, что это значит и действительно ли есть такое явление, которое можно утверждать непосредственно каким-то научным путем, если еще наука на этот счет сегодня есть или только родилась, или это будет завтра. Почему? Потому что пока ответов на это явление я нигде не читал, не видел, вот, а которое строится предположение, это всего лишь предположение, гипотезы и философские точки зрения. Все, на этом конец. проверяем, вот, это как-то к-к-к-к-к-к-к. Продолжение следует...